Всем привет! Давно мы с вами не готовили, и сегодня на нашем обеде будет блюдо из картофеля и жареных грибов. Сегодня мы будем готовить жареную картошку с грибами. Для этого нам понадобится картошка, грибы, лучок и зеленушка для украшения. Как вы знаете, я всегда использую все на глаз, поэтому сегодня я взяла всего лишь 6 картофелин и грибочков. Это наш рецепт такой с Романом. Вот мы так готовим, поэтому вы можете посмотреть что-то для себя новенькое, узнать, как жарить, как готовить по-новому, если вы вдруг так не делали. Нам нужно для начала помыть картошечку, чтобы она была чистенькая. Сгружаем ее в раковину и ополаскиваем. Аня, ты что делаешь? Картошку мою. Ага, я понял. Картошку сполоснули. Сейчас мы ее будем волосовать. Вперед! Расчленять в питерском стиле. Так, сейчас мы ее чистим, чистим, чистим быстренько. Берем вот такой ножичек, я беру такой ножичек. Анют, а может у нас из-за котов видеопросмотры не собирают, а? Я раньше думал, что это наши талисманчики, а сейчас я вот думаю, может быть из-за них все так хреново. Это вполне не исключено. Ножичек вот очень удобный, очень удобный. Если обычным ножом чистить будет толстая кожурка, останется меньше картошки, соответственно, вы не экономный человек. И зачем оно такое надо? Все, начинаем! Начинаем чистить картошку! Сегодня такая вся женщина в черном, чуть-чуть БДСМ направление. Потому что картошку разделывать всегда тяжело. Всегда тяжело, досадно, но надо. Картошка плачет, она не хочет, чтобы ее ели. Даже вот. А может картошка не хотела лежать в этом тесном пакете с другими картошками, и она с удовольствием переедет в новое место жительства? Гуф? Гуфа? А интересная история есть? Что-нибудь такое жизненное? А? Кстати, что там соночное, нет? Ничего просто. Кстати, очень хорошая картошечка. Мне, знаете, нравится разговоры, которые мы заслужили. Это вот такая вот какая-то вот желтенькая, да, она получается? Не красненькая какая-то, вот такая вот желтенькая, потому что она мягкая. Я не знаю, насколько здесь там у нее много крахмала или мало, но она относительно мягкая, красная. И она быстро готовится, быстрее приготавливается. Это самое лучшее, о чем можно говорить после 25, да, Зай? Да, потому что я помню, как-то я купила картошечку красную, решила ее запечь в духовке. Я ничего не подозревала. Она готовилась 2 часа. Пришлось ее достать, сварить, потом опять запекать. Короче, это была борьба с картошкой. По-моему, я ее победила. Знаменитая картофельная война. После 25 все разговоры сводятся к разговорам о том, какая картошка жарится быстрее, чистится легче, какая мазь от коленей помогает, от прострелов в ушах. А ты хочешь узнать, прикол-то? Ну-ка. А у меня вчера весь день, помнишь, было ухо заложено, мое любимое. Вот, блядь, видите, а я думал, что я пошутил. Потом мы занимались спортом, и оно прошло. И я сегодня, знаешь, что утром сделала, когда ухо заложило с утра, как обычно у меня? Несколько приседаний. Отсос. Ну, что я разработала с утра, да? Я сделала тягу гантели к спине. И ты представляешь, я вот так вот стояла, делала тягу, и прям буквально я раз в пять сделала, и у меня ухо разложило, и весь день нормально. Подожди, Анют, я не понял, а покажи еще раз. Вот так вот я, получается, встала. Как? Вот так вот. Вот прям так? Да. А не сильнее нагнулась? Я просто уточнить, мало ли, может быть, у кого-то из наших подписчиков есть схожие проблемы. Как думаешь, хватит картошку? Главный секрет приготовления пищи заключается в том, что чем меньше пищи, тем она вкуснее. Картошку мы почистили, значит, у нас получилось. Сейчас мы берем лучок. У меня вот такой красненький, красивенький лучок. Короче, я все в раковину чищу, потом уберешь, да, после съемок получается. Конечно, конечно. Не мышь пол. Еще сверху надо карнитурку мыть. Все, короче, чистим лук. У меня вот такой красный. Ой. Так, лучок очистили. Теперь берем. Я там классную идейку исполнил. Лучок почистили, теперь моем шампиньоны. Я взяла шампиньончики, потому что других грибов не было во вкусах. Что есть, всем и имеем дело. Грибы готовы, картошка почищена. Теперь самое главное. Самое главное. И что здесь может быть самое главное? Сначала будем обжаривать шампиньоны отдельно от картошки, потому что в шампиньонах много воды. Поэтому, чтобы не марать тысячу сковородок, мы сначала в этой сковородке обжариваем шампиньоны, переложим их в тарелку и будем жарить картошку, а в конце все смешаем. Но об этом потом. Берем лучок, наш красненький, красивенький, нарезаем кубиками. А лук-то летает как высоко. Ну как бы высоко он не летал, он упадет. И чем выше он взлетит, тем дальше ему падает. О, мой гад! Лучок порезали кубиками. Берем, включаем плиточку. На самый жесткий режим. Я люблю все самое жесткое. Берем маслице растительное. А вы знали, один человек в нашей жизни пытался научить ставить масло. Где-то возле мусорки. Где-то... В саму мусорку. В саму мусорку, ладно. Но меня мама всю жизнь хранила масло в холодильнике. И для меня это всегда был такой конфуз, думаю. Господи, может быть я просто зря место в холодильнике занимаю? Вообще-то на масле написано после вскрытия хранить в холодильнике. Вот так-то. Потому что оно может испортиться. Минутка полезных историй. Пока масло прогревается у нас, лучок откладем. Сейчас мы будем нарезать грибочки. Берем грибочки, режем пополам. Как еще порезать их? Короче, своеобразно. Режем, они все равно уменьшатся в размере в раза четыре. Ля-ла-ла-ла, астюля отстанет, мама. Так, ну что, берем вот так на несколько частей. И вот так, наверное. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Такие большие. Это, по-моему, королевские чемпиньоны какие-то. Штучки четыре взяла. Хватит. Что там наша сковородка? Ну, вроде пошло. Обжариваем лук минутки-две. А потом добавим шампиньончики. Так, ну где-то вот минутка-две пожарили. Он уже пригорать начнет. А нам же это не надо. Правильно? Добавляем грибочки. Ну, не надо, чтобы что-то пригорало. Ни лук, ни пуканы. Да, да, да. Грибочки будем обжаривать, я думаю, минут десять. Даже если вдруг чуть-чуть они прожарятся, они будут доходить еще вместе с картошкой пару минут. Но вообще грибы, в принципе, шампиньоны, они быстро готовятся. Потому что, что я знаю, чуть-чуть огонь с максимального сделаем, наверное, на семерочку. И все, и пускай минут десять жарится. Периодически помешиваю, чтобы не пригорело. А сейчас мы будем с вами шинковать картошку. Берем картошку пополам, разрезаем. И вот так вот шинкуем. Вот так вот. Кстати, я помню, что у меня учительница по русскому языку как-то рассказывала, как на картошку жарят на уроке. Это очень важная информация. И она рассказывала, что она ее моет, потом обсушивает со всех сторон полотенцем, чтобы она была максимально хрустящей. Вот так вот проходили мои уроки русского языка. Передай привет своей училке по русскому. Скажи ей спасибо за образование. Она мне четверки незаслуженно ставила. Или тройки даже, я не помню. Потом ее мама говорила, что типа, может вы позанимаетесь репетиторством. И она такая, да нет, нет, не надо никакого репетиторства. И она неделю-две ставила нормальные оценки, а потом опять ставила тройки. Так, ну а мы продолжаем. Однажды, помню, во влоге я спрашивал, а многие ли мужики разобрались вообще, как управлять стиральной машинкой? Мы дошли до второго вопроса всей жизни. Как управлять стиральной машинкой мужики не знают. Но знают ли мужики, как резать картошку брусочками? И чем это отличается от кубиков? И чем это все отличается от... Что еще бывает? Не знаю. Ну вот у меня не брусочки. Брусочки это когда вот так же, только еще пополам. Если на два разрезать вот это, то вот ничего общего с брусочком я вот лично не вижу. А еще, знаете, вот мудрости жизни. Я помню раньше, раньше, когда я только начинала готовить, лет 18, я не знала, как пожарить котлеты. Я все время думала, чем больше жару, тем лучше. В детстве мама говорила, потише жар сделай. Я помню, думала, зачем? Но она же готовится, она так медленно будет готовиться. А тут я для себя открыла, что котлетки надо жарить на средней скорости. Скорости. 10 минут с одной стороны, 10 минут с другой, за 20 минут котлеты готовы. Представляете? Приготовление это длительное воздействие высоких температур на пищу. Рубрика образовательный контент. Так, грибочки обжарили до золотистого цветочка. Цветочек золотистый стал. Их жарили мы минут 8. Все очищаем, потому что, если вы не уберете лишние части, они пригорят, и картошка будет вонять. Мы любим пожирнее с Ромой, берем маслице, еще немножко. Сейчас, короче, раскочегарится котел на максимум. И кинем картохи туда. Картошечку мы кидаем на раскаленную сковородочку. Обжариваем с одной стороны минутки 2-3. Потом переворачиваем еще минутки 2-3. Поэтому еще раз, пока золотистой корочкой она вся не покроется. И потом можем уменьшить огонь, накрыть крышкой, и чтобы она изнутри приготовилась. В общей сложности картошка жарится вообще минут 20-25. А, нету? Да. А сколько жарится курица? 40 минут минимум, Рома. Я не буду продолжать. То, что сам же начал. А пока картошка у нас обжаривается, 3 минуты пошло. Мы нарежем зеленушку, чтобы украсить в конце. Что, когда оно начало портиться в холодильничке-то? Я, кстати, слышала, чтобы зелень хорошо держалась, ее надо заворачивать то ли в полотенце, то ли в бумажное полотенце подойдет. Она как-то, получается, влагу в себя впитывает. И дольше зелень хранится. У меня есть ощущение, что от просмотра нашего видео люди станут умнее и больше, чем от похода в университет. Конечно, потому что я всегда говорю, что блогинг – это кладезь золотейшей информации. Помешала третий раз я. И закрываем крышкой, чтобы она начала прожариваться, картошечка изнутри. Слишком часто тоже нельзя трогать картошку, а то она начнет выглядеть некрасиво. Могла бы выглядеть и так, а будет такая. Так, жарится у нас за 15 минут картошка. Сейчас попробуем. Покажи зубки. Зубки. Ам! Ам-ам. Вкусно? Еще, естественно, сыровато. Значит, картошечка у нас жарилась минутки 23. И она еще немножко не готова. Но так как у нас остались грибы, зелень, надо, чтобы эти вкусы все смешались и пропитались друг об дружку. Поэтому нам нужно закинуть грибочки, картошечку, и дать ей постоять еще минут 5. За вот эти 5 минут картошечка как раз дойдет до своего хорошего состояния. Картошку мы еще не солили, и сейчас мы ее солим. И грибы мы тоже не солили. Мы ничего не солили, сейчас мы все это вместе посолим. Перемешиваем. Засекаем 5 минут. Сейчас 4 минуты пройдет. Мы добавим зелень, потом еще на минутку оставим, и я думаю, будет готово. Так, прошло 4 минутки. Я опять перемешала картошечку с грибочками. Сверху добавляем зеленушку. Зеленушка, зелена, зеленашка, ля-ля-ля, чайницу я не пойму, потому что я люблю. Это была песня картошки. Закинули зеленушку, выключаем плитку, чтобы ничего не пригорело, не подгорело, ни пуканы не пригорели, и картошка. Закрываем крышкой, пускай с выключенной плиткой постоит минутки две, чуть-чуть настоится, запах зелени впитается в картофель. За это время можно как раз налить стаканчик молочка. Да. И будем употреблять картошку. Употребление картофеля звучит как-то страшно. Употребление картошки вредит вашему здоровью. Полицейские задержали картофеля дилера. Он перевозил два мешка картошки. Ему вменяют особо крупные размеры распространения и хранения. Ну какая красота! Да. Надеюсь, что вкусно, а то сейчас придется давиться сырой картошке. Картошка никогда не бывает невкусной. Если она не сырая. Ну как она может быть сырая? Она полчаса тут жарится. Ром. Да. Убери свой животик, это же я тебя нечаянно тоже прижарю. Ну все, пойдемте. Пойдемте. Ну что, пробуем эту картоху. Господи, она прям разваливается. Она точно сжарилась. Я бы, кстати, еще чуть-чуть соли добавила. Как картошка фри, то, конечно, абсолютно. Вообще мы любим соли, даже, честно говоря, через чур. Ну что, картошечка получилась отменная, хорошенькая. Общей сложности мы ее жарили где-то минут 35 с самого начала. Поэтому имейте в виду. Всем спасибо за просмотр. Любите готовить, любите еду. Нет, на самом деле, не нужно относиться к ее с фанатизмом. Потому что будете относиться с фанатизмом, будете потом жирочек сжигать. Поэтому все должно быть в меру. Желаю вам все иметь в этой жизни в меру. Все, всем спасибо за просмотр. Ну а мы будем продолжать есть. Короче, уже не планируем ничего записывать. Просто сидим, едим, обсуждаем видос. Обсуждаем сегодняшний день. И в какой-то момент времени заметили, что... Так ничего не осталось. А все, опоздно уже. А надо было раньше. Это то блюдо, которое сделает ваш вечерочек намного интереснее и вкуснее. Как приятно. Очень приятно. Очень приятно.